Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, потом дам свои комментарии, как и вы тоже. И давайте приступим. Если вы считаете, что такие истории на моем канале очень полезны, ставьте лайк, пишите комментарии. Давайте приступим. Галя, добрый день! Уже несколько лет на вас подписана. Вы замечательный специалист. Спасибо вам за труд. Решила поделиться с вами своей совсем свежей историей. Она длиной в два года, поэтому прошу прощения за много букв. У меня есть непонимание, это вообще нормальное поведение мужчины и любого турка или нет. Началось все в 2019 году с матч в Тиндере. На тот момент мне было 33, ему 29. На фото сексуальный блондин со светлыми глазами, кубиками пресса на животе, в прошлом нападающий любительской футбольной команды. Честно, когда я даже не сразу поняла, что он турок, так нетипично для Турции он выглядел. Девочка присылала мне фотографии, так и есть. И он действительно, он даже был обычный, как будто бы русский парень. У нас завязалась переписка. Оказалось, что он родом из Измира, живет в Стамбуле, работает в новом аэропорту Тикет-сервис Трукшер-Арлайнс. Совершенно нерелигиозный современный парень. Опыт общения с украинскими девушками у него явно был, потому что он один раз уже отдыхал с другом во Львове, и знакомства, наверное, были. Но на тот момент я так несерьезно восприняла все это, что мне было все равно. Так мы дообщались до того, что он предложил мне приехать в Киев, когда он там тоже будет, планировал свой отдых. По родине судьбы я от этого сообщения в тендере не увидела от него и заметила его только уже спустя пару недель. Надо сказать, он на мое молчание никак не отреагировал тогда. Я посмеялась, предложила перейти в Инстаграм, что мы с ним и сделали. Тема с Киевым больше не поднималась, я, кстати, живу в городе Харьков. Эта дружба в кавычках в Инсте была для меня способом развлечься. Комплименты, флирты, ничего более того, мне было просто приятно внимания. Параллельно я тесно общалась с другим парнем итальянцем. Не знаю почему, так в одно время выпали сразу два иностранца в моей жизни. Я никогда не питала слабости особой к ним. Но с итальянцем мне было легко, весело, плюс хорошая практика английского. С турком в плане общения было сложнее. Он хуже, знал английский не очень. И плюс иногда мне казалось, что мы реально с разных планет с ним. Но внешне он был сильно мой типаж, и мне стила, что такой мальчик восхищается моей красотой, на том и держалась. Пока спустя шесть месяцев с нашего знакомства турок не заявил, что собирается приехать в отпуск. Возможно, в Харьков, возможно, в Минск. Нормальный такой выбор, да? Я подозреваю, что там его ждала другая барышня, наверное, на тот момент. Я сказала, что если он таки приедет, я покажу ему город. На что он очень обрадовался и сказал, что точно приедет тогда в Харьков. С этого момента я решила подробнее разузнать о турках, потому что до того момента знания мои были ровно на нуле. В Турции я никогда не была. Турок в Украине предпочитала обходить стороной. Турецкие сериалы не смотрела, понятия не имела, как звучит вообще турецкий язык. В этот момент, Галя, я и нашла ваш канал, и очень зависла на ваших видео. Но, конечно, от понимания турецкого менталитета все равно была очень далека. В конце февраля 2020 года он приехал аккурат перед началом безумства под названием коронавирус. Я встретила его в аэропорту, взяла на работе отгулы, чтобы погулять вместе с ним, показать город. Мое отношение к происходящему, ничего серьезного, небольшой роман. Возможно, какой-то флирт, секс без обязательств, если будет такая искра. Он оказался таким же, как и на фото, только не таким высоким, как хотелось бы. Мы с ним были просто одного роста. И, как потом оказалось, никаких кубиков пресса уже на тот момент у него и не было. Но искра-таки проскочила. Первый день мы гуляли, говорили, смеялись. Вечером страстно целого укусывал меня, пытался затащить в постель, но ничего не получилось, ничего у нас с ним не было. Я вообще сказала, что вижу его в первый раз, и мне нужно больше времени, чтобы понять его, чтобы он мог ко мне притрагиваться и тому подобное. Но он попросил, чтобы просто я осталась ночевать в гостинице. Я осталась. Это совсем не мое типичное, конечно, поведение, но с ним я всегда чувствовала себя спокойно и защищенно, даже в чужой стране. Мы просто спали рядом и почувствовали близость друг к другу, близость к мужчине. На вторую ночь я отпустила всю эту ситуацию уже, а на третий день мы уже с ним поссорились. Поводом стали его высказывания об украинках, которые в Стамбуле очень много и которые занимаются проституцией. Прозвучало это так, будто все наши девочки за деньги готовы прыгнуть в постель в первом встречном. Меня это задело, мы поругались, и я вызвала такси, уехала домой, оставила его в отеле. Тут важно, отель он забронировал на одну ночь, и меньше, чем планировал остаться в Украине, так получилось. Я предложила ему тогда еще переночевать у меня дома. А после ссоры я долго не могла уснуть и думала, что это из-за меня он останется на улице. Так я здесь вообще остановлюсь, типичную историю рассказывать, и себя начали винить, ни за что. Что у парня денег, что ли, не было? Он ехал, он мог себе любой другой отель снять, это не единственный отель в вашем городе был, извините. Поэтому утром написала ему, что несмотря ни на что он может у меня переночевать, так как я чувствую ответственность за ситуацию, в которой он оказался в чужой стране. На что получила ответственность, или ты не так, кто я думал, мне ничего от тебя, мне ничего от тебя не надо, лучше бы я сразу спать лег на улице. И вот смотрите, будем сразу разбавить, что письмо огромное, вот уже вас занизили, а вы что делаете дальше, как типичный невротик? Вас оттолкнули, мне ничего не надо, она была сказать, хорошо, заканчивай, оставайся на улице. Понимаете, вы себя не любите, не цените, и вы вовлекаетесь тем самым в невротическую игру. Все в традициях лучших турецких сериалов, как я потом поняла. Уже не помню как, но мы договорились встретиться, и при встрече спокойно поговорив, пришли к выводу, что он бы не прав, что он просил прощения у меня, помирились, провели остаток отпуска вместе, хотя осадочек, конечно же, остался. Когда он уезжал в аэропорт, я была почти на 100% уверена, что больше я его не увижу. Уж очень многое в его поведении и привычках мне было непонятно. Даже при слове-то их турецкое, уф, меня это не вызывало недоумение. Он уехал тут же, началась пандемия, карантин. У меня возникли проблемы со спиной, лежа на диване, я начала смотреть турецкие сериалы. И многое в его поведении мне уже стало более понятным. И уже не казалось таким странным. Мы снова начали переписываться. Сначала редко, потом чаще он начал заикаться о том, что я бы приехала в Стамбул. Но речи о покупке билетов не было. А ведь человек работает вообще-то в отделе билетов турецких авиалиний, на секундочку, в аэропорту. Ну да ладно. И она начала потихоньку влюбляться в Стамбул. Мне захотелось увидеть своими глазами. И в общем, сменить обстановку летом 2020 года вариантов для отдыха было уже немного из-за пандемии. Поэтому я с компанией моих близких друзей решила отдохнуть 5 дней в Стамбуле в середине сентября. Я когда об этом сказала своему турку, он очень обрадовался, спросил, хочу ли я жить у него, остановиться. На тот момент я была так неуверена в нашем общении, что она стояла на гостинице. Все оплатила за свой счет, самолет, проживание. Он вообще-то мне и не предлагал никакой финансовой помощи. Он встретил меня в аэропорту утром перед выдачей багажа, потому что он работал в аэропорту, мог пройти туда объятия, поцелуи. Мы распрощались с моими друзьями и заселились в мою гостиницу. В первый же вечер он позвал меня в гости к своему другу, который оказался геем-трансом. Что еще раз доказало мне, насколько мой молодой человек продвинутый, свободный и, в общем, open mind. Это была едва ли не лучшая наша ночь. Мы говорили по душам. Он очень красиво признавался мне в любви, танцевали. Он и его друг, который был участником шоу «Голос». Пели мне красивые песни на турецком. Наверное, в эту ночь я влюбилась в него. Дальше все было прекрасно. Мы гуляли по Стамбулу. Он выполнял все мои хотелки. Познакомился со своими друзьями. Катал на мотоцикле. В общем, когда я уезжала, он просил остаться, перенести с мой вылет. И я уже тогда, находясь с ним рядом, по нему очень сильно скучала. Во второй раз я ехала уже одна и конкретно к нему. Это был уже декабрь 20-го. Жесткий карантин в Стамбуле, все закрыто, комендантский час. Но мне было все равно, потому что я ехала не за достопримечательностями, а к нему. Все было опять прекрасно. Романтика, прогулки, галантная. Галатская башня. Вместе со мной даже турки принимали его за иностранца, потому что он блондин. Это нас очень веселило. Единственное, что меня беспокоило, это финансовые вопросы. Опять билеты я покупала. Покупки домой в гостинце тоже я. Гуляли вместе, он мог купить себе парфюм, при этом даже не предложив мне. Для меня это было странно. Как зарплата на тот момент у него была 750 долларов, что в общем-то немного, но и немало. На милую безделушку для любимой девушки в принципе-то достаточно. Правда, один подарок я таки получила. После очередной нашей ссоры пара теплых новогодних носков. Поссорились из-за того, что весь вечер он просидел в телефоне, не обращая на меня внимания. Когда я в отместку сделала то же самое, что и он, это его засыпило. Наступил 21 год. Мы продолжали переписываться, но я стала замечать, что я инициатор разговора. Хотя он говорил, что скучает, хочет, чтобы мы были вместе. Я не видела просто никаких конкретных действий с его стороны. В общем, зависшая ситуация была. Мальчик просто наслаждался. Из-за ковида он не мог приехать в Украину, но и не звал меня к себе. Меня эта ситуация на тот момент уже сильно утомила. Полная неопределенность, никаких обещаний с его стороны. Поэтому я дала этим отношениям последний шанс. Предложила вместе отдохнуть на юге Турции. Он с радостью согласился, хотя до этого сказал, что собирается отдохнуть с родителями. Почему сам не додумался отдохнуть вдвоем, непонятно. В общем, сложные планирования из-за моего графика, несколько переносов дат. И в итоге 26 июля, вот сейчас, я лечу в Стамбул. Он все так же встречает меня в аэропорту. Влюбленный, счастливый. И на следующее утро мы летим в Измир, чтобы взять его машину и на ней поехать в Бодрум. Оттуда Марморис, Фетхиэ, а затем он снова в Измир на свадьбу его друга. Знакомство с родителями должно было состояться в первый приезд в Измир. Но не состоялось из-за внезапной болезни, предположительно, ковидом его сестры. Меня оставили стоять под подъездом, под предлогом, что подниматься опасно. Окей, было неприятно, но поехать чистое вранье. Он же туда пошел, он мог этот же ковид вам принести. Не планировал знакомить, это чистый обман был. Никаких знакомств не планировалось. Пять часов в машине и четыре дня мы в Бодруме проводили, как сказка. Пока не встал вопрос, что делать дальше. Из-за пожаров, которые как раз начали бушевать в окрестностях Мармориса, нам пришлось поменять свой путь на Фетхиэ. После Фетхиэ мой молодой человек предложил пожить в Мугле у мамы его подруги. В один из дней он должен был меня бросить ради шопинга с мамой. И в этот момент меня как парализовало. Было ощущение, что меня просто держат подальше от семьи. Ну, наконец-то. Почему нельзя меня тоже взять, например, на шопинг, познакомить там, например, с мамой? Он же это планировал. Я в силу характера закрылась и ушла в мысли о том, что для моего молодого человека я только временное развлечение, раз он не хочет знакомить меня с роднёй. Совершенно верно. Так продолжалось несколько часов, пока я не нарушила молчание, чтобы сказать о своих чувствах, на что получила полнейший игнор. И когда человек просто разворачивается спиной, уходит, не желая поговорить. Как оказалось, он решил, что я расстроилась из-за того, что мы будем жить у какого-то дома, а не в пятизвёздочной гостинице. Целый день и ночь мы выясняли отношения. Я прямым текстом ему сказала, что думаю о нашем будущем, что мне важно знакомство с родителями. Почему-то он всё переводил на деньги. Ну, вы потому что-то правда докопались, укололи его больное, что есть на самом деле. Он пытался перевести вас, сейчас, извините за слово плохое, а потом припомнить из Украины, как он сказал, когда вы уже поругались, да? Вот о чём надо было сразу думать, да? И меркантильность стандартно. Все бабы плохие, меркантильные дуры и всяко-разно. Потому что вы нашли больную мозоль, наткнулись на и правду, которая вообще, собственно, в воздухе парила. Вы просто его носом тыкали, как котёнка, который нагадил в тапки. Вот и всё. Естественно, он хотел снять с себя вину. Вы плохая, а не он. Вас виноватой сделать. На следующий день мы как-то помирились, и я спросила, всё ли у нас хорошо. Он сказал, да. Мы поехали в Фитхе, там у нас была морская прогулка. Он уже как-то не особо со мной общался, был отстранён, почти не смотрел на меня. Что-то касалось меня. Он говорил, тебе не обязательно об этом знать. Что вообще? Вечером вновь всплывает тема, что мы будем делать дальше. Оказывается, внукову мы уже не едем, а едем сразу в Измир к нему домой. На мой вопрос, что вообще произошло, ты поменял планы, а мне даже об этом не сообщил, он буркнул мне такую реакцию, что он пытается меня сделать счастливой, а я сама не знаю, чего я хочу. И слова властные, не перебивай меня. Шутить только тогда, когда это нужно, когда это вовремя. Заткнись, ты постоянно задаешь тупые вопросы свои, почему тебе надо всё знать. Честно, я просто офигела. Дай мне, дружок, расписание, когда у нас время для шуток, список неглупых вопросов для тебя и так далее. Я не хочу, чтобы меня ставили перед фактом изменения каких-то событий, чтобы меня вообще не спросили, что и как будет. И как вишенка на торте, он опять припомнил мне, что я не разговаривала с ним аж целых три часа. Обижалась на него. Всё, чтобы я ему не говорила, он умудрялся перекрутить и воспринимал абсолютно в другом каком-то цвете и смысле. Тут я окончательно поняла, что мы друг друга не понимаем, в простейших вещах искры тут явно недостаточно. Остаток вечера мы не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. И я поняла окончательно, что таких отношений я не хочу, но слава богу. Утром я попросила его отвезти меня на автовокзал, чтобы оттуда уехать в Измир, а на следующий день вернуться в Харьков. И на что получила ответ. Я отвезу тебя туда, куда скажешь. Вот так просто. Он смог меня отпустить одну, в чужой стране. Но перед этим я попросила его вернуть мне 50... Вот это сейчас, девочки, коронка просто. Я его попросила вернуть 50% оплаты за наши отели в Бодруме. Когда мы заселялись, у нас не было налички. И так как бронировала я, сняли деньги с моей карты. Но он мне обещал отдать 50%. Если остановлюсь, даже, девочки, кто там про 50% билетов, отелей, у меня о чем вопрос задает и пишет. Вот вам пример конкретный, как может быть. В ответ он сказал, сейчас я все посчитаю и разберемся. И начал считать все, что он потратил за всю нашу поездку. Бензин, пиццу, коктейли, которые он мне покупал. И типа, я ему еще и должна осталась. Вспомнил мне все. Все покупки за все наши встречи. Не только за эту. А вообще, когда он в Харьков приезжал, когда она к нему в Стамбул. В тот момент я не верила вообще, что это происходит. Что мужчина может вообще себя так вести. Что ему настолько наплевать, что мне нужно добираться из Измира, снимать отель, покупать новые билеты за свои деньги. За день до вылета, что это очень дорого. И что я еще ему должна. Я уже потратила и так много денег на билеты на гостиницу. И на его сигареты в дьюти-фри, черт побери. Да, к слову, за них он мне вернул 500 лир в последний момент. А я даже не пересчитала, дура, деньги сразу. А зря. 500 лир. При том, что должен был он мне дать как минимум 2500. Вопросы еще есть про билеты, про отели, девочки? Я думаю, вопросов не может быть. Я в итоге, он привез меня на вокзал, я купила билеты, со слезами на глазах ушла. И он даже не оглянулся на автобус. Он не дождался отправки и ушел. Всю дорогу до Измира я просто пара плакала, периодически отвлекалась для того, чтобы найти лучший вариант возвращения домой с хала в интернете билеты. Забронировала себе гостиницу, взяла такси. Пожалуй, это был самый одинокий вечер в моей жизни. В чужой стране одна, но чертовски самостоятельная. Тут смайлики. На следующий день, 2 августа, с заплаканными глазами, я вернулась в Харьков, а он уже этого не узнал, даже все ли со мной в порядке. В его глазах я меркантильная особа, которая хотела получить лакшери отдых за его счет. Хотя мне это смешно. Я платила отель в 5 звезд, весь этот тур оплатила и потратила денег в разы больше, чем он. Плюс человек меня вообще финансово никогда не баловал. Господи, да я зарабатываю больше, чем он. И тем не менее, осадочек остался. Галя, скажите, это поведение нарцисса или просто мужчина неуверенного в себе с пунктиком по поводу денег? Мне кажется, у него явно с этим проблемы, потому что в его идеальной картине мира его жена работает, зарабатывает не меньше него. Сам он не хочет зарабатывать больше, стараться, стремиться развиваться, чтобы жить лучше и дать жене возможность заниматься, например, детьми. То есть разговор был такой, если ты переедешь ко мне, мы будем жить на 750 долларов. А если ты не можешь работать, я не собираюсь напрягаться, а свой зад ради женщины. Вот как-то так. Иначе счастливое фото тут прилагается. В общем, парень очень похож реально на обычного европейца, знаете, немца, австрийца, украинца, русского парня, блондин, обычные русые волосы. Я хочу пригласить вас на мой марафон, который стартует 2 сентября. Марафон отношений. На этом марафоне вы узнаете, что такое нормальные здоровые отношения с противоположным полом. Какие отношения являются токсичными, почему некоторые люди попадают в абьюз, как из таких отношений выйти или никогда не попадать в них, как себя можно предостеречь. Мы разберем о том, какая модель взаимоотношений, партнерских форм поведения мужчины и женщины сейчас, в данный момент времени, в обществе работает. Почему это не патриархат и не матриархат. Как не попадать в невротические отношения, в проблемные отношения. Откуда берутся эти установки наши в голове на неправильных мужчин. Почему я выбираю не тех мужчин. Или, как я могу улучшить отношения с партнером, который у меня уже есть сейчас. Как я могу изменить свою жизнь и наши отношения в лучшую сторону. Поэтому марафон отношений между мужчиной и женщиной, который я провожу со 2 сентября, подходит для тех, кто пытается найти отношения, может быть, который человек запутался в отношениях, хочет для себя счастья, найти себе идеального партнера. Или сделать уже существующие отношения, улучшить их, сделать их более идеальными, для себя подходящими. Всегда что-то можно исправить. Марафон проходит со 2 сентября. Это будет 4 эфира, 1 раз в неделю, в закрытом аккаунте в Instagram. Во время эфира я рассказываю общую базовую информацию, раскрываю тему, которая у нас заявлена на тот день. Затем я даю вам домашние задания. Затем я отвечаю на ваши вопросы. После этого вся информация в Instagram-аккаунте, в чате, все это будет активно еще в течение месяца после окончания марафона. Марафон длится 4 недели в течение сентября. Оплата, стоимость марафона 2000 рублей. Под своими видео я всегда в инфобоксе оставляю почту, вы напишите мне тема письма, хочу участвовать в марафоне. Я вам вышлю схему оплаты, участия, и какие данные от вас потребуются для того, чтобы добавить у вас закрытый чат в WhatsApp и в Instagram-аккаунт по марафону. Стартуем мы 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. Если вы не успеваете, у вас не остается времени, вы всегда можете вернуться, пересмотреть видео, выполнить задания, пообщаться с девочками в чате и со мной в том числе. Если кто-то участвует в марафонах, в этой теме, вы прекрасно понимаете, что стоимость таких марафонов около 4-5 тысяч рублей. Это совсем не такая стоимость, которую заявила я. Моя цель, моя задача, честно скажу, возможно, неподъемная, но мне хочется, чтобы вокруг меня, хотя бы среди моих подписчиков, подписчиц, появились люди чуть-чуть на йоту, на толику, более счастливые, более определенные, которые знают себе цену и знают, что такое здоровые отношения. Возможно, это приблизит вас к вашему счастью. Под видео я оставляю, пожалуйста, всегда почту. Ваши вопросы задавайте, пишите мне тему письма. Хочу участвовать в марафоне. Но так как письмо было долгим, мой комментарий будет недолгим, чтобы время ваше не занимать. Уважаю вас, да, ваше время. А я вам точно скажу. Вы совершенно все правильно считываете. Я вам скажу, вы тогда спрашиваете, в чем в нем вопрос, а зачем вам это знать? Это у него проблемы. Мы все прекрасно не дурочки понимаем здесь, что в нем проблема. Какая именно в нем, я не могу знать. У меня нет о нем ни личной информации, ни про родителей, ничего. Я не могу понять, откуда нарастут ноги. Ну да, он не готовый к серьезным, в принципе, отношениям. Он изначально пользует женщин. Он занимается секс-туризмом в Украине и в Минске, в Беларуси ездил. Поэтому ничего удивительного, что к этому все пришло. И изначально он вас рассматривал, да, как очередную девушку. Просто чуть затянулось. Я уверена, что у него было параллельно какое-то общение с другими девчонками, пока он вам мозги пудрил. Может быть, он сам не рассчитывал, что будет что-то серьезное. То есть, это отношение к женщинам потребительское изначально. Но это изначальное отношение было видно. О чем вы сами вначале писали, я на это не обращала внимания. Надо было, да. Теперь просто будете знать, что нужно будет обращать в следующий раз на такое внимание, на такие моменты заострятся. Тем не менее, вот эта меркантильность, это же просто перекидывание ответственности. Проблема его, он не может брать ответственность. Это ребенок, это пацан застрял в своем там 17-18 лет без ответственности и пользования женщин. У него проблемы со взглядами на брак, на ответственность, на принятие ответственности за кого-то. Это проблемы же, как всегда. Мы все из детства, и проблемы его из детства. Это наплевательское возможно отношение родителей к нему. Я бы назвала его даже отчасти какой-то отшельник-одиночка. Это вообще его конфликт и проблемы с его мамой. Потому что к маме он на шопе, к маме он на цыпочках, там сестра у него есть. Его воспитывали угодным, условной любовью. Мы тебя любим, пока ты хороший. Это проблемы их семьи. Меркантильность и вопрос денег, жадность. Жадность, это же, кстати, тоже невротический момент. Это не окей, не нормально. Жадность, это вообще фиксация на анальной стадии развития ребенка. Тоже это все оттуда идет. Это психотравма определенная у него есть. В возрасте, может быть, двух, трех, четырех лет. Вот в том периоде что-то. Я просто говорю, это ребенок, это его поведение, отношение к женщине. Это последствия его воспитания, его психотравмы детства, отношения, которые были в семье, у родителей между собой. Общение, в частности, контакт его матери с ним. Вот такие причины. Дело не у вас. У вас другая проблема. Вы не до конца, вы не сформированный невротик. У вас невротический есть, скажем так, закидон, поэтому вы потратили на это два года. Поэтому вы не видели моментов, колокольчиков, когда надо было соскакивать и бежать, и заканчивать отношения. А как вы видите, этих красных флажков вокруг было натыкано уйма, вы о них спотыкались, но не из-за слепой любви, что-то другого. Вы прекрасно гасили себе, вы сразу написали четко, вы молодец, я не могу вас называть сформированным невротиком. Если бы вы были такой, вы бы с ним сейчас не расстались, и мне это письмо в такой форме не писали. Вы не сформированный невротик, но у вас есть такие немножко невротические зацепки, желание пострадать, закрывать глаза на проблемы. Но у вас компенсация, в принципе, понятна, вы четко написали. Мне было приятно, что такой мачо-симпатичный, ухоженный парень и мне давал внимание, признание, внимание, любовь. То, что вам нужно. Поднятие своей самооценки, это была ваша вторичная выгода в этих отношениях, и поэтому он пытался вашу самооценку занизить. Я не могу назвать его нарциссом, у нарциссов вообще начисто отрубленная эмпатия, здесь нет холодного душа, здесь нет вот этих моментов нарциссических именно его поведения к вам. Если бы он был нарциссом, он бы вас окутывал заботой, был бы идеальным первые полгода. А я вас вижу прекрасно, это вы закрывали невротические глаза на моменты с женщинами, с гулянками, у него пофигистическое отношение было, это не то, это не нарцисс. Самовлюбленный, ухоженный, но не нарцисс в понимании, как нарциссический диагноз, тип личности, или нарциссическое расстройство личности, или даже нарциссические какие-то закидоны поведения. Я это расцениваю. Любовь к себе, ну как защита в семье от родителей. Его не очень любили, не принимали. Поэтому защитная реакция из семьи, это любить себя больше, потому что его в семье недостаточно любили, уделяли внимание родителей, в частности, мать. И его любовь такая к себе, это защитная реакция с детства. Он просто понял, если я себя любить не буду, мне никто любить в этой семье не будет. Вот что это? Жалеть его не надо. Ему пришло время взрослеть, и он упорно не хочет этого делать. Он всегда будет кого-то винить. Поэтому я очень рада, что вы нашли в себе силы от этого уйти. И честно, я вам советую поучаствовать в моем марафоне со 2 августа. Поймите, какие отношения здоровые, когда в отношениях нужно соскакивать, какие установки влияют на то, что мы находим не тех мужчин. Девочки, пишите ваши комментарии, советы давайте по этой истории автору, что вы думаете, что вы ей подскажете. Спасибо за внимание. У меня под видео всегда в инфобоксе моя почта. Если вы хотите поучаствовать в марафоне, пишите теме письма «Хочу на марафон». И если хотите написать свою историю, просто пишите в теме письма «История от анонима». Или если хотите персональную консультацию со мной как с психологом часовую в скайпе, то просто пишите «Консультация». Спасибо за внимание. Всем пока.